Сегодня утром в социальных сетях разразился шквал обсуждений и слухов вокруг инцидента с известным российским актером Игорем Петренко, который в вечерний час по местному времени совершал поездку на поезде Москва-Ростов-на-Дону. По информации очевидцев, артист столкнулся с весьма странной и в какой-то момент даже опасной ситуацией, из-за которой паника охватила не только его, но и других пассажиров. Перед тем, как продолжить видео, хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за понимание! По словам очевидцев, все началось с того, что Петренко, решив немного расслабиться во время долгого пути, стал распивать спиртные напитки вместе с несколькими попутчиками. После небольшой вечеринки артист вышел в тамбур поезда для того, чтобы подышать свежим воздухом. Однако, когда он вернулся в свой вагон, его охватила паника, в вагоне сидели несколько незнакомых людей, среди которых один из мужчин держал в руке нож. Встретив такую картину, Петренко моментально оценил обстановку и, предположив, что может стать жертвой нападения, запаниковал. «Мне показалось, что меня действительно кто-то заказал», — рассказал он в интервью после события. Вскоре артист начал кричать, что привлекло внимание других пассажиров. Тем не менее, ситуация оказалась значительно менее угрюмой, чем предполагал артист. Компаньоны Игоря, оказавшиеся в числе растерянных свидетелей, начали успокаивать его и объяснять, что все не так страшно, как он подумал. Как оказалось, мужчина с ножом не собирался угрожать кому-либо, он просто нарезал ветчину для своего перекуса. Постоянное напряжение в воздухе изменилось на смех, когда все поняли, что любимец публики просто перепутал вагон в поезде. По словам одного из пассажиров, это была всего лишь группа друзей, которые вместе отправились в Ростов на соревнования по кулинарии, и нож использовался исключительно для приготовления закусок. Тем не менее, этот инцидент вызвал бурю эмоций не только среди пассажиров, но и в социальных сетях, где пользователи быстро подхватили новость о захвате поезда. «Я просто хотел немного отдохнуть, а оказался в комедийной ситуации, которую трудно будет забыть. Теперь буду более внимателен, когда буду выходить из вагона», – подытожил артист, добавив, что в следующий раз предпочтет оставаться в компании знакомых. Лауреат Государственной премии Российской Федерации, актер театра и кино Игорь Петренко в интервью главному редактору «Абзац Медиа Елене» в рамках проекта, так сказать, дал совет деятелям культуры, выступающим против боевых действий. «Есть среди художников такие, как цветы, которые априори против войны, они живут в своем творческом розовом мире, тогда отойдите в сторону. Есть люди, которые в состоянии взять оружие или кисть художественную и в этом смысле тоже сражаться, быть участником общего фронта, движения. Художники есть разные. Но самое главное, не начинай способствовать врагу, не надо подрывать изнутри, не надо быть иноагентом, поддерживать врага, ты можешь с чем-то не согласиться, это нормально», – сказал Петренко. Актер объяснил, что существует только два варианта отношения к боевым действиям, иметь свою точку зрения – это правильно. Даже если что-то неправильно, ты должен все равно быть со своими, со своей семьей. «Наша семья сейчас в драке находится, либо не мешай, либо поддерживай. Все творческим людям, которые видят только некий мед прекрасный, ездить на фестивале, ходить по красным дорожкам, я не буду ничего доказывать». Игорь Петренко является членом Союза кинематографистов Российской Федерации. С 2014 года он посещает Донбасс с гуманитарной миссией. Актер также поддержал проведение боевых действий. Сложно в это поверить, но в 15-летнем возрасте Игорь Петренко, сын военного и переводчицы, был замешан в кошмарной истории, закончившейся убийством. В 1992 году Петренко перешел в 10-й класс, он подружился с компанией ребят, старших его по возрасту. Новые друзья занимались сборкой компьютеров из запчастей с последующей продажей. Один из них, Александр Кизилов, фамилия изменена, взял в долг на месяц 100 тысяч рублей. Через месяц долг отдавать было нечем. Кредитор по имени Егор начал требовать вернуть деньги. Должник не придумал ничего лучше, как, вооружившись обрезом, макетом гранаты и заручившись поддержкой друзей, заявиться к кредитору, чтобы его попугать. Среди друзей из группы поддержки был десятиклассник Петренко. Визит закончился убийством. Александр дважды высотелил из обреза Вивора, который скончался от ранений. Будущий актер, на глазах которого убили человека, испытал глубокое психологическое потрясение. Почти год он провел в следственном изоляторе в Матросской, Тишине и Бутырке, а потом был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Когда Игорь вышел на свободу, стояло жаркое лето 1995 года, плавился асфальт. Парень понял, что судьба дает ему второй шанс. Именно тогда он решил, что должен чего-то добиться. Подросток сдал экзамены за 10 и 11 классы общеобразовательной школы и осенью поступил Высшее Щепкинское училище. В 1997 году, когда Петренко учился на втором курсе, Щепки состоялся суд. Игорь Петренко признал виновным по разбойной статье и в пособничестве в убийстве и осудили на 8 лет условно. К окончанию театрального училища срок был погашен и судимость полностью снята. Актер до сих пор корит себя за то, что не смог предотвратить преступление. «Безусловно, это несчастливая пора в моей жизни». Но она имеет место, я не могу ее вычеркнуть. В результате все это очень сильно повлияло на мое становление», – признавался Игорь Петренко. Благодарим вас за то, что досмотрели это видео до конца. Хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Также, чтобы оставаться в курсе всех последних событий, жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующие выпуски новостей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok